Привет! Сегодня нам предстоит рассказать вам про один очень зловещий, пугающий и наполненными призраками дом. В подобных домах попросту невозможно нормально жить. Резко может исчезнуть электричество, услышать шаги, которые вы не слышали никогда. И находясь в этом месте, нужно быть максимально осторожным, чтобы не привлечь внимание злых духов. Отправляясь в город под названием Саутингтон, штат Коннектикут, мы прямо сейчас оказываемся в далеком 1988 году, когда здесь поселился страх. А именно жители города, которые проезжали по улицам, где располагался один странный дом, наблюдали, что светофоры возле него попросту не горят. В целом, это обычное явление. Всегда бывают какие-то неполадки с электричеством. Но, как выяснилось, через некоторое время в местной газете написали, что дерево, стоящее возле дома, вырвало прямо с корнями. И оно упало на электрические провода прямо перед этим самым домом, лишив электричества людей по всему району. Самое забавное, что погодные условия были абсолютно нормальные. Не было смерча или бурана. Прошло более 20 лет, и в будущем люди все так же проезжали мимо того самого дома с упавшим деревом. Но не из-за того самого дерева, а из-за фильма, который вышел «Призраки в Коннектикуте». Из фильма мы знаем, что там рассказывается про одну семью, которая когда-то жила в этом доме, которых преследовали демонические явления. 1986 год. Никому неизвестная и самая простая семья Снедеккеров, состоявшая из Аллена, его жены Кармен и четырех детей, переезжают в старую резиденцию по адресу 208 Мэриден Авеню в городе Саутингтон. К слову говоря, дом ранее являлся похоронным бюро с 1920-х годов, с пристроенным к подвалу моргом и действовал на протяжении многих десятилетий. Изначально семья проживала в Нью-Йорке, но случилось то, что глава семьи не ожидал. Их старший сын Филипп заболел, а именно был поставлен диагноз – лимфома. Отчаявшись, они нуждались в доме прямо рядом с больницей в Коннектикуте, где лечили сына. Они нашли дом, который искали, но даже не подозревали, что этот самый дом – настоящее место призраков и мертвой энергетики. Первые нотки тревоги были испытаны, когда семья зашла в подвал дома, где наткнулись на гробы, а также на комнату для бальзамирования, которая была просто завалена погребальным оборудованием. Но даже такое не вынудило их покинуть дом и поискать вариант получше. Мы не знаем с точностью в 100%, была ли эта семья нормально изначально, но знаем точно, что, поселившись в доме, их психика резко поменялась. Появились странные мысли и желания. Одним из таких желаний оказалось у того самого Филиппа, который ночевал в подвале. Опыт был жутким. Когда наступила глубокая ночь и тьма окутала все вокруг, начали происходить странные вещи, вплоть до того, что он увидел призрака, который подошел к его постели. На утро Филипп рассказал о том, что видел призрака, но в ответ получил родительский игнор. Ведь они посчитали, что сын получил дозу галлюцинации из-за того, что принимает свои лекарства от рака. Хотя позже, благодаря консультации врачей, был четкий ответ. Лекарства не вызывают никаких галлюцинаций. Шло время, и личность Филиппа начала разрушаться. Он вел себя агрессивно, надевал только черные вещи и увлекался демонологией. Но, как мы узнаем позже, на это повлияло употребление запрещенных веществ. Следующие мистические происшествия случились с матерью Филиппа, Кармен. В очередной раз, когда она раскладывала на столе тарелки, чтобы осуществить трапезу вместе со своей семьей, произошло то, что просто не поддается никакой логике. На мгновение, отвернувшись и затем вернувшись к столу, она обнаружила, что на столе нет посуды, которую разложила только что. Первое, что почувствовала Кармен, так это то, что она сходит с ума. Ведь такого просто не бывает. Игнор, который был проявлен к своему сыну, похоже, теперь перестал быть актуальным. К слову, сама Кармен была довольно чувствительной к мистическим явлениям, и возможно, что она из первых получила те самые знаки, что в доме они находятся не одни. Мистика дошла также до среднего сына, Брэдли. Он столкнулся с тем, что видел мерцание света, который то включался, то выключался. И вроде бы это явление можно было обосновать как проблемы с электрикой, но, увы, нет. Глава семейства намеренно выкрутил лампочки ранее, чтобы экономить электричество, поскольку дети засыпали со светом в помещении. А большая часть денег уходила на лекарства от рака. Масло в огонь подлило то, что семья обнаружила в доме несколько фотографий уже мертвых людей. Вид у них был не самый приятный. Но увидев подобное вдобавок с остальными мистическими явлениями, спать в таком доме было бы просто невозможно. Семья в целом слышала странные звуки, наблюдала смену температур в доме, а Кармен рассказывала о странных фигурах мужчин, которые преследовали ее прямо в доме. Одна из фигур была худой, острые скулы и длинные черные волосы. Другая в смокинге, а глаза и волосы были неестественно белого цвета. Кармен постоянно находилась под воздействием шока, ведь даже та самая обыкновенная вода, которой моют пол, становилась красной прямо на ее глазах во время уборки. В целом, послушав каждого из семьи, можно в теории подумать о том, что они просто сошли с ума еще до начала въезда в этот дом. Нужен был человек со стороны, тот, кто не проживает в этом доме. Однажды к ним в дом приехала погостить племянница, которая после того, как провела ночь в этом страшном доме, рассказала, что чувствовала прикосновение к ее телу ночью, слышала странные шумы и многое другое. Скорее всего, последней каплей стал тот момент, когда Кармен принимала душ. И занавеска, которая висела в ванной, взяла и окутала шею женщины, начав ее душить. Как вспоминает сама Кармен, только благодаря тому, что племянница была в ту ночь у них дома, она осталась жива. Логично, что продолжать в доме по соседству с привидениями и мистическими проявлениями дело сложное. Поэтому все неумолимо шло к тому, чтобы пригласить в дом тех людей, кто разбирается в вопросах эзотерики, экстрасенсорики и паранормальных явлениях, а именно Уорренов. Обратились они к ним не просто так, а на основе их многолетнего опыта и множества расследований. К примеру, Эдом и его женой было расследовано дело о Метивилле. Точно так же, одна семья в 1975 году переехала в странный загородный дом, где за год до этого произошли массовые убийства. А именно Рональд Дефео-младший убил шесть членов своей собственной семьи. Проявления были похожи на те, что были в доме Снэдеккеров. Придя в дом Снэдеккеров, они сразу почувствовали ту самую негативную энергетику, которая просто царила в воздухе. Ясновидящая Лоррейн решила уйти в себя и посмотреть на то, что происходило десятки лет назад. Прошло некоторое время, и причина была названа. Дело в том, что признаки паранормального явления происходят по той причине, что работники похоронного бюро ранее совершали здесь акты некрофилии, что и привело к будущим последствиям. Кармен в дальнейшем действительно узнала и подтвердила видение ясновидящей, ведь некоторые работники вправду были признаны виновными в данных преступлениях. Конечно, все это поразило ясновидящую, и было решено, что нужно звать священника и провести мессу. Эд и его жена отправились к священнику, рассказав всю историю, и вдруг в его глазах был обнаружен страх. Он испугался от всей той информации, которую получил. Был лишь один шанс, чтобы все исправить, и все же ритуал был проведен. А самое удивительное, это то самое дерево, о котором мы говорили в самом начале. Как только ритуал экзорцизма и изгнания злых демонов был практически закончен, ровно в тот момент во дворе возле дома упало дерево, которое, на мнение окружающих, стояло довольно крепко, и никаких признаков того, что оно должно рухнуть, не было. Судя по всему, это был финальный момент, который помог остановить весь тот ужас, что происходил в доме. В доме, наконец-таки, появилось спокойствие. Это то, о чем мечтала семья с момента, как заехали в дом. Посуда перестала перекладываться, вода оставалась прозрачной, а не красной. Призраки больше не появлялись перед глазами снэдеккеров. Прошло буквально пару лет после того, как произошел ритуал изгнания демонической силы, и семья решила переехать в Теннесси. Дети подросли, и у них уже были собственные дети. А Кармен ушла в более глубокое изучение всего того, что пришлось пережить им, стала неким духовным наставником, человеком, который будет полезен в подобных делах и сможет применять свой опыт в будущем. Сейчас у этого дома другой хозяин, а именно Сьюзан Трото Смит, которая в 2009 году высказала свое мнение по поводу дома и сообщила, что огромное количество людей относится с большим уважением к дому и его истории. Многие из них до сих пор останавливаются на дороге только ради того, чтобы сделать очередной снимок. Нам никогда не испытать всего того ужаса, что пережила данная семья. Мы не сможем в полной мере испытать страх, который заставляет биться сердце в десятки раз быстрее. Но мы однозначно понимаем, что подобные явления так или иначе происходили в жизни различных людей. К счастью для семи Снадеккеров, все закончилось достаточно благополучно, даже несмотря на все те препятствия, которые им встречались. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова